здравствуйте меня зовут анастасия вы смотрите канал связок вас к друзья продолжаю тему самодельных елочных игрушек предлагаю вместе со мной связать вот такую сосульку на новогоднюю рождественскую елку она у меня мягкая не накрахмаленная и не знаю буду ли я их крахмалить потому что на елочке они смотрятся очень хорошо поэтому просто не вижу в этом смысла вот так вот при близком рассмотрении может показаться немножечко даже неказистой но повторюсь на елке они смотрятся очень здорово и создают ту самую нехватающую всегда в декорации елки вертикаль в качестве вертикали можно использовать свечи да ну вот сосульки мне нравится больше если хочется чтобы сосулька блестела то соответственно выбирайте ниточки с люрекса меня совершенно устраивают такие обычные белые хлопковые ниточки они делают эту сосульку уютной домашней то к чему я в этом году и стремлюсь на моей елочке это наверное самая простая игрушка потому что для нее потребуется нам только нитки и крючок не знаю какая толщина ниток но я вижу что это хлопковые нитки обычно такие ниточки покупают для вязания салфеток поэтому это так скажем классический вариант крючок у меня 1 и 3 миллиметра но здесь вы уже будете смотреть по толщине вашей ниточки начало будет классическая как для любой работы в технике вязания крючком берем ниточку и делаем петельку хочу заметить что вот этот хвостик нужно оставить немножечко с запасом потому что он будет служить нам петелькой на которую мы будем эту сосульку подвешивать и так еще раз сложили петельку подробно показываю потому что в принципе это может сделать любой даже начинающий который никогда крючок в руках не держал потому что здесь ничего сложного нет я на самом деле тоже очень давно вязала крючком поэтому из форм вышла но это как велосипед если однажды научился то принципе никогда не забудешь обычный крючок держит как ручку я держу его вот так мне просто так удобнее заводим крючок в петельку и вынимаем ниточку затягиваем и вот это вот получилась наша рабочая петля с помощью которой мы сейчас будем набирать воздушные петельки у меня вот эта сосулька получилось 13 сантиметров и я набирала на нее 35 воздушных петель плюс 3 петли для подъема так я и буду продолжать потому что я вижу сосульки в комплекте первую петельку да и последующие нам не нужно сильно затягивать потому что в каждую из них мы будем провязывать по 3 столбика с накидом поэтому должно быть достаточно места чтобы просто нам было легче вязать и так начинаю набирать воздушные петли и вот видите я немножечко оттягиваю и делаю их вот посмотрите какими свободными чтобы впоследствии туда легко входим крючок и мне это не доставляло никаких проблем итак я набрала 35 петель и теперь мне нужно набрать 3 петли для подъема что это значит это значит что они будут имитировать столбик с накидом вот мы их провязываем и теперь делаем столбик с накидом накидываем ниточку на сам крючок и провязываем в четвертую петельку от края потому что три у нас имитирует столбик с накидом провязали и следующий третий столбик с накидом мы вяжем в эту же петельку в которую вязали только что предыдущий столбик зачем здесь нужно следить за тем чтобы вот эта петелька у нас сильно не расслаблялась потому что посмотрите что может получиться например я ее сильно расслабила сделала накид и провязываю сейчас покажу что у меня получится получится вот такая вот некрасивая дырочка видите то есть здесь по краю должна образовываться ровная косичка поэтому я этот столбик сейчас распускаю подтягиваю эту петельку и теперь уже вот в таком хорошем подтянутом состоянии делаю накид и провязываю в нашу следующую уже воздушную петельку в нее мы тоже будем делать 3 столбика с накидом сначала провязываем 2 петельки потом следующие петельки все видите здесь получается ровная косичка опять накид в эту же воздушную петельку вытягиваю ниточку провязываю 2 петли и еще 2 петли вот это называется столбик с накидом и еще третий столбик в эту же петельку опять сначала 2 провязала и потом еще 2 все что нам даст вот эти три столбика с накидом провязанных в каждую воздушную петлю а даст именно то что наши столбики начнут закручиваться и получится вот такая вот спиралька и так еще разочек здесь следим за петелькой чтобы она не расслаблялась делаем накид как правило первый ряд провязывание в воздушные петли он самый неудобный но у нас и будет всего один ряд поэтому нам нужно как-то приспособиться и так сделали накид еще разочек показываю потом на ускорение поставлю и уже в следующую воздушную петлю здесь тоже покажу то есть не вот сюда не за одну верхнюю ниточку а вот именно за нижнюю чтобы не было опять же некрасивых отверстий захватываю провязываю две петельки еще две петельки видите здесь тоже никаких отверстий у нас некрасивых не образовывается продолжаем в том же духе опять делаем накид и опять в это же место провязываем опять вытягиваем и последний третий столбик нас с накидом в это же место еще разочек сейчас показываю последний раз повторюсь это для тех кто никогда не держал крючок в руках я не претендую на то что я могу давать мастер-классы по вязанию просто я немножечко с этим знакома и я думаю что меня смотрят люди которые может быть никогда и не пробовали вязать крючком поэтому так подробно показываю еще разочек делаю накид и провязываю вот за нижнюю видите за нижнюю и так нужно продолжать одинаково цепляться по всей работе тогда она будет смотреться ровно 2 провязала и еще 2 еще один накид в эту же петельку опять провязываю и третий столбик с накидом опять в эту же петельку и провязываем итак я провязала предпоследнюю петлю и с последней петелькой здесь немножко дело будет обстоять по-другому сначала провязываем как и в предыдущем варианте 1 столбик с накидом провязали теперь делаем полустолбик для этого накид вытягиваем петельку и провязываем все три петельки за раз и затем делаем полустолбик для этого без накида просто входим в эту же петельку захватываем нитку вытягиваем и не провязываем дополнительно еще этой рабочей нитью а первую петельку протягиваем во вторую вот таким образом теперь рабочую нить надо отрезать и вытянуть ее через петлю хорошенько затянуть и первый хвостик и второй который был еще недавно рабочей нитью теперь вместе их складываем и я буду делать петельку вот на таком расстоянии потому что у меня будет сосулька висеть на кончике веточки веточка у меня тоненькая поэтому мне не надо чтобы было много подвески мне нужно чтобы сразу сосулька начиналась от самой веточки поэтому вот на этом расстоянии я буду завязывать обычный узелок протягиваю и еще разочек подмеряю в каком месте мне нужно затянуть когда убедилась что узелок будет в том месте что мне надо подтягиваю уже сильнее кончики конечно же убираем ну что ж очередная сосулька готова при желании их можно накрахмалить нашить на них бисер какие-то бусинки прошить по краю серебристой ниточкой здесь уже полет для творчества но я буду использовать именно вот в таком виде посмотрите как здорово эти сосульки дополняют елочку здесь еще не все сосульки я еще просто не довязала просто хочу показать вам как хорошо они здесь создают вот это вот вертикаль мне вот например очень и очень нравится сейчас еще выключу гирлянду и покажу потому что без гирлянды они более четко проглядываются и являются главным оттеняющим элементом на елке посмотрите сейчас видно конечно что елочка до конца не наряжена что я нахожусь в процессе вот сейчас еще издалека показываю и видно что они работают как свечки если близко не подходить и не видеть что это сосулька подвешенная на петельку можно подумать что это свечки которые крепятся на веточку дорогие друзья надеюсь это видео будет кому-то полезным а на сегодня я с вами попрощаюсь благодарю вас за просмотр всего вам самого-самого доброго